Знакомьтесь, это вездеход «Лунтик» и его создатели Александр Лопихин и Анатолий Бушков. Товарищи-соратники по всем начинаниям, охотники, грибники как-то решили для полного счастья туда, что называется, куда волки пробраться не могут, им нужен вездеход. Решили, сделали за 7 месяцев и 60 тысяч рублей. Это, так скажем, самый бюджетный вариант, то есть мы делали все своими руками. Даже вплоть до того, что диски и резину обрезали все сами. Если покупать диски и резину, то это еще где-то порядка надо было затратиться около 50 тысяч. Поэтому решили все сделать сами. Ну и к тому же, мне кажется, как бы сами, конечно, сделали качественнее, нежели бы покупное. Александр на лавры изобретателя не претендует. Говорит, подобного рода техники в Слободском районе можно насчитать штук 15. А вот в сети интернета того больше. Оттуда и информация, с чего начать и в каком направлении двигаться. Там делают кто на воздушной подушке, кто на гусеничном ходу. Мы брали и делали вездеход под свои потребности. Мы делали акцент на надежность. Поэтому у нас вместо простых мостов от классики стоят более тяжелые, но более надежные мосты от Волги. Потом вместо Лифановского двигателя у нас поставлен двигатель Атаки. И в результате, значит, у нас масса вездехода получилась порядка где-то около 800 килограмм. Раскладываем эти килограммы по составляющим в порядке их пребывания. Мы начинали с нарезки резины. То есть мы привезли очень толстые по своей структуре колеса от автомобиля КАМАЗ трехмостового. И начали резать резину для того, чтобы она была значительно тоньше, значительно мягче и значительно легче, чтобы она. Вот с этого начинается. Это особый, самый трудоемкий процесс. Толщина резины, например, вот такая вот. Это вот убирается, потому что там остался корт и легче было. За счет того, что резина очень мягкая, вот за счет этого вездеход очень сильно добавляет своей проходимости. За счет того, что она мягкая и легкая. Передние колеса у нас были нарезаны вот таким продольным протектором. Как говорится, а-ля шерп. Для того, чтобы заезжало препятствие, какие-то бревна. А задняя резина у нас нарезана елочкой по типу тракторной, для того, чтобы она где-то лучше шла на глине. Эти знания будут полезны. Александр говорит, созданием лунтика интересовались многие. Впереди лето. Чем не повод создать шедевр технического творчества? Двигатель у нас установлен от автомобиля АК. Раздатка у нас от автомашины Нива. Мосты у нас стоят от автомашины Волга, которые, ну как, наиболее надежно считаются. Радиатор с электронным охлаждением мотор стоит. Электроника частично у нас атаки, частично от автомашины УАЗ. Датчики стоят у нас, зарядки и давление масла. Тут для перевозки людей, грибов, сидеть можно было, вот здесь тоже как бы собак, охотничьих. Мы делали, чтобы она ездила по грязи в основном, по такому, ну вот, лето, весна, осень, по болотам, по бездорожью. Это не итоговый вариант. Наши собеседники планируют в ближайшее время сделать навес и не только его. Говорят, работы еще очень много.